Поводом для нашей встречи является вот этот прекрасный мастодонт до Колумбовой эпохи, вылезший из недр времени. Замечательные джинсы пост-западный Берлин модель 107, которую я вам сегодня хочу показать. Я уже не раз вам показывал джинсы эпохи 80-х, джинсы сделанные в западном Берлине, джинсы из советской торговли. В частности, вот эти прекрасные джинсы диско-клуб известны по фильму «Приключения Крош», один из трех фильмов, где Крош в этих диско-клубах. Также я вам снимал про джинсы Орегон Трейл, снимал вам про джинсы Даллас, пост-западный в западном Берлине. Те, кто хочет вернуться и посмотреть, просто покопайтесь в моих видеоархивах, там все есть. А сегодня у меня очень необычная модель, большинство из вас, которые просто, скорее всего, не видели никогда, так же, как и я вижу ее первый раз в жизни. Это вот эта замечательная 107-я модель джинсов в пост-западный Берлин. Она примечательна двумя особенностями, вот конкретно этот лот. Прежде всего, вот этой вышивкой, оранжевыми нитками. На самом деле, оранжевые нитки очень характерны для джинсов в западном Берлине. Это такая традиция у них, очень контрастно, очень красиво, но рисунок нам напоминает джинсы Армани, значок Армани. Не думаю, что производитель, мануфактуру и дизайнер хотели повторить вот этот вот значок Армани. Скорее всего, просто так совпало. Здесь мы не видим патчи из прессованной бумаги, но все остальные моменты мы здесь видим. Это такой вот прямоугольный карман, характерные заклепки с гравировкой пост. Выглядит все это достаточно лаконично, по-мужски. Сразу понятно, что джинсы, в общем-то, эти для мужчин. Элемент, а вот этот отстроченный оранжевыми нитками выглядит достаточно контрастно и украшает эту лаконичную модель. С фронтальной стороны здесь мы найдем очень много характерных для джинсов в пост вообще элементов. Это, опять же, гравировка круглых вот этих выпуклых клепок. Очень красивая гравировка, залакированная джинсы, вот эта пуговица пост. Навесной латунный элемент с гравировкой пост. Все это вам хорошо знакомо под джинсом Dallas, под джинсом пост. Все это многократно видели, но с удовольствием вам их увеличу. Полюбуйтесь, поностальгируйте, повспоминайте. Второй особенностью конкретно вот этого музейного лота, конечно, является вот эта трогательная этикеточка, которая такая вот примитивная, нет никакого здесь рисунка с ковбоями, с почтовыми кибитками. Тем не менее, интересные элементы есть и здесь. Во-первых, мы видим вся информация здесь у нас на русском языке. И прямым текстом указано на западный Берлин. Это сразу дает нам понять, что джинсы эти отшивались действительно на одной из мануфактур западного Берлина, который славился своими текстильными и пошивными фабриками-мануфактурами. Здесь сразу встает понятно, что джинсы отшивались для родичной торговли Советского Союза по заказу мне шторга. И вам прекрасно известно, что эти джинсы продавались в магазинах, советских универмагах. И вот такой вот трогательный от руки написанный ценник 100 рублей писал их какой-то товаровед, естественно, торопясь, естественно, все это сделано от руки так вот небрежно, даже какая-то подпись товароведа. Ну и, естественно, указание модели, размеры, катон, обратная сторона на нее просто белое полотно. Но теперь-то вы можете сказать, да, я видел, как выглядит этикетка джинсов пост-западный Берлин. Вот какие характерные моменты нам, в общем, тем, кто их носил, кто их видел, эти джинсы, узнает по этим элементам и отличает именно джинсы пост-западный Берлин. Я бы сказал, прежде всего, деним, из которого эти джинсы сделаны, а именно крошение. Да, действительно, вы скажете, ну что тут особенно, все они крающие красились темно-синий, чернильный, индиго, деним. Нет, вот здесь мы видим, что сам цветовой оттенок этих джинсов, он очень яркий. Безусловно, камера это передает плохо, она не может передать этой особенности, но многие, кто у кого они есть или были, знают, что джинсы имеют очень-очень насыщенный индиго. Он очень яркий, несмотря на то, что действительно такой же темно-синий. Я не буду в сотый раз вам рассказывать, что джинсы эти, естественно, шились из ничем не обработанного индиго денима, то есть здесь никакого искусственного фейдинга, джинсы жесткие, в крахмале, дубовые, как еще их называют, любители джинсомана. Ну, тот самый деним 80-х годов, он такой же 14-сиунцовый. Единственная, наверное, вот такую особенность крошения оттенок, насыщенный оттенок индиго я видел только у джинсов Техас, которых я вам снимал тоже видео. Если я вам приближу, возможно, даже вы заметите это сходство, не только вышивка оранжевыми нитками, но и цвет деним. Вот только на джинсах Техас он очень похож на джинсы Восточный пост. Вот, посмотрите. Многим известно, что джинсы Техас отшивались в ФРГ, а вот я думаю, что не исключено, что джинсы Техас могли отшиваться там же, как и джинсы Западный Берлин. Только по каким-то особенностям товара движения у них не совпали сервисная информация, торговая информация. Но вполне возможно, что шились они в одном месте, потому что уж больно они похожи своими оранжевыми нитками, своим денимом, своим качеством, которые являются просто безупречными там и там. Но давайте вернемся к нашим постам 107-й модели. Характерная особенность для многих джинсов Пост является конструктив дизайна. Вот эти заготовки штанин сшивались у них очень часто за пошивочным, закрытым швом замок, двойным стежком и снутри, и снаружи. Этот шов, закрытый замок, имеет для винтажников джинсов эпохи Советского Союза особый сакральный смысл. Поскольку этот способ сшивания в замок дает вот такой очень толстый, очень объемный шов, это, друзья, очень начинает выделяться, когда джинсы начинают фейдиться, когда их начинаете носить. Когда джинсы стареют, именно вот этот запошивочный шов начинает выглядеть не плоско, как у новых, а очень объемно, очень заметно и очень красиво создается такой 3D-эффект. Ну а уже когда у джинсов этот запошивочный объемный шов и снутри, и снаружи, да еще и оранжевые нитки, джинсы становятся божественно красивые, как дорогой коньяк, когда они стареют. Вот эта характерная особенность двойного сшивания швом замок есть также и у джинсов диско-клуб более ранних. Это начало 80-х годов. Вот посмотрите, те же самые оранжевые нитки, тот же цепной стежок. Вот посмотрите, вот он, видите, да? Характерная особенность для джинсов Западный Берлин. Но причем действительно были ведь джинсы, скажем, джинсы Dallas, где шов вот этот запошивочный только был снаружи. Но вот это самые ранние джинсы, они, ну для первой половины 80-х, вот любили они так конструировать. Что касается всего остального дизайна и кроя, это все характерный, характерный для 80-х, эпохи 80-х и средняя посадка. Сейчас бы назвали этот крой слимовый, потому что он плотно сидящий на бедрах. Не зауженный, но плотно сидящий на бедрах, слимовый еще называют. Этот ситс тоже, в общем-то, у него не широкий. Вот эта часть, которая приходится на ватерлинию задницы. То есть они, в общем, достаточно плотно сидят на вашей фигуре. Что касается клина, я бы не назвал их сильно зауженными. Действительно, некий клин здесь имеется, но он все-таки такой похож на прямой. Нет тут такой сильной зауженности к низу. А во всем остальном джинсы очень красивые. Вот что касается крошения индига, мой товарищ, любитель джинсов Западный Берлин, очень любит говорить по особенности их фейда, то, что как чиркнули мы мелом. И действительно, это характерно, особенно затираться контрастно, очень красиво. Мы можем видеть на некоторых областях, которые у нас имеют, в частности, эти джинсы. Вот посмотрите, как тут. Действительно создается впечатление, что чиркнули мелом. Вот эта, друзья, вот эта часть, область, она образовалась от хранения, потому что джинсы даже не стираны, не ношены. Но, тем не менее, вы можете сделать вывод, как они трутся, когда мы их начинаете носить. Действительно, как будто чиркнули мелом. Контраст у них выглядит божественно, очень красиво. Вот здесь тоже на этой области. То есть, затираются они до белого цвета, имеют высокий контраст. И благодаря своему красивому, насыщенному оттенку индига, выглядит потрясающе красиво. Просто потрясающе. Божественно красиво. Действительно, далеко не каждый джинс сейчас имеет вот такой красивейший фейд, какой был на джинсах западный Берлин. Ну, давайте напоследок вам еще раз покажу. В-пост это, друзья, отсылы посвящения легендарной западной посте 18-19 века Соединенных Штатов. Тогда их структура была очень крутая, очень значительный институт государственный. Восточная почта. Западный Берлин. Ну, а что касается западного Берлина, много раз я вам рассказывал, что западный Берлин это была некая такая вот экономическая зона административного образования, которое не относилось ни к ФРГ, ни к ГДР. Но, тем не менее, в этой экономической зоне были прекрасные мануфактуры, способные шить вот такие модные штаны для того времени. Это, друзья, ведь не просто нужно специальное машинное оборудование для этого. Это ведь должна быть некая традиция, некоторые умения, навыки, ноу-хау, чтобы шить такие прекрасные вещи. Ну, вот в западном Берлине все это было. Ну, надеюсь, все я вам показал. Все, что стоило показать для этой прекрасной модели. Теперь вы знаете, как выглядела этикетка у джинсов пост-западный Берлин. И теперь это знаю и я. Вот не нужно вам говорить, что многие винтажные лоты, которые я вам показываю, у меня есть винтажные лавки. Естественно, все в одном экземпляре. Всем этим штанам уже больше 40 лет. Стоят они, безусловно, дорого. Только в одном размере они находятся. Не может быть никаких линеек. Поэтому я часто даже отговариваю людей, которые покупают винтажные вещи, потому что это всегда вопрос компромисса. Как вы понимаете, многие старые вещи, они уже не выглядят как те, которые шили вчера, положили на полку. Я вам уже показывал. Всегда винтажник и коллекционер, он всегда, в общем-то, ищет какой-то компромисс. Потому что всегда есть какие-то моменты, которыми просто нужно примириться и радоваться просто тому, что вам эта вещь показалась, что она нашлась для вас. Понимаете? Вот этот музей 40-летней давности, он как раз сам по себе ценен. И, естественно, всегда приходится учитывать и идти на какой-то компромисс, мириться с какими-то мелкими недостатками. Ну, что ж поделать? Это учить всех винтажников, всех, я бы сказал, музейщиков, которые любят старые вещи. И для большинства людей это все не нужно. Это все вещи для коллекционеров, для эстетов, для старьевщиков. Но уж если так получилось, что вещь вам понравилась и подходит вам и размер, и никуда от этого не деться. Да, действительно, они в винтажной лавке у меня всплывают. Ссылочки всегда я под видео размещаю, не теряйте время, если уж вам так это нужно. Напомню, что и те, и другие у меня в 48-м размере. Он тут и на бирках дублируется. Это по американским меркам W32 и L32. Замерами пояса примерно где-то 41-42 сантиметра полуталии. И длина шага 81-82. Поэтому, если уж вы по-другому не можете, да, не теряйте времени, можете эти вещи покупать. Также хочу для всех остальных напомнить, что в винтажной лавке есть и другие прекрасные джинсы. Естественно, классические джинсы, ничем не обработанные. То есть, соответствующие всем тем атрибутам старых винтажных шторов. Это и Montana 140 Unwash. Это и Wrangler 13-47 и джинсы Levi's 501 модель. Поэтому, кроме винтажа, много интересного там можете найти в своих размерах. Всегда смотрите ссылки. Я всегда их для вас размещаю. Также я все это дублирую в своей группе ВКонтакте «Винтажная лавка». Подписывайтесь туда, подписывайтесь на мой канал. Если хотите увидеть много прекрасных старых вещей в оригинале, именно в живом, так сказать, показе, а не сворованных натыренных фотографий, которые я не приемлю. Потому что я считаю, это, ну, как сказать, недостойная работа. Всегда, всегда я считаю, важно для людей посмотреть в реале, как все это выглядело, а не просто на чужих, старых, натыренных фотографиях. Ну, одним словом, подписывайтесь, ждите мои следующие видео, которые я для вас с удовольствием сделаю. До новых встреч!